на каналах the get поступил вопрос правду ли говорил стивен хокинг когда утверждал что бога нет что бог не участвовал создание вселенной на этот вопрос можно посмотреть немножко с другого угла да вот академику томский на которой часто ссылаюсь он говорил что многие научные работы пишется по вредовому трафарету то есть как в принципе параноик выставят самышление так и некоторые ученые выстраивают свою какую-то научную деятельность но об этом писал и академик павлов он говорил что в своей работе о уме вообще и русскому и в частности беру что одно из главных качеств и следователя это должна любовь к истине да то есть бывает что что человек уже например защитил докторскую но вдруг он понимает что появились некоторые факты которые не вписываются в его работу и у него возникает соблазн умолчать эти факты игры что такой человек никогда не я не раскроет законов реальности и поэтому когда ассистент академика павлова вот столько к сам академик решил поставить на уксове венду чтобы подтвердить левопровидную ведущую гипотезу испугался где то может быть нами надо эти эксперименты на клинику все-таки пошел на них даже ставят под удар свою работу и вот академик томских горю что некоторые ученые уже в силу своей как бы психической организации предрасположены к тем или иным выводом но иными словами если человек например кабинетный ученый то в силу в силу своего образа жизни но идея академик томск что мы смотрим на мир сквозь призму нашего состояния системы тоже более предрасположен к таким гипотезам которые описывают мир как некая ну равновесную систему которая стремится к покою гармония много те люди которые занимаются жизнью напрямую например физиологии да они просто вижу с другого с другого ракурса что жизнь это то что стремится вообще вырваться за рамки прорвать границы да что жизнь это некое движение посреди вот двух крайностей торможения возбуждения то есть же не то что стремится вперед как бы до преодолевая какие-то пределы и соответственно если посмотреть на образ жизни стивена хокинга да с позиции нейрофизиология то какой-то образ жизни да действительно ну так сложилось что он стал инвалидом да здесь конечно может быть и некая озлобленность в отношении бога и сейчас вернусь к нему расскажу просто как однажды не встретилась публикация про одного жителя африки у которого было искаженное лицо то есть во время родов его доставали щипцами повредили часть лица и при этом были комментарии в публикации а где же бог вот чек родился с таким да значит лицом и куда смотрел бога бога тогда нет но примечательно что люди очень чепетильно обсуждали бога но при этом возможно у них был некий нездоровый интерес иначе зачем вы смотрите фотографии этого путешественника который форекс человека с уродным лицом им же хотелось посмотреть да но но при этом они проигнорируют тот факт что сам этот путешественник написал что этот человек он женился на самой красивой девушке в деревне то есть в его историю помимо чего-то такого тяжелого было что-то великое да и этот факт проглядели а бог может был в этом и и вернуться к астрофизику то есть если посмотреть на образ жизни вот при всем уважении к людям с ограниченными возможностями да его привезли увезли лаборатория все запланировано до запротоколирована зарплата вовремя обед завтрак ужин по расписанию где такой человек может узреть бога да естественно если вспомнить академику томского он смотрит на 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 мир сквозь призму всеобщего некого глобального плана где все работает как часы и антоний сурожский или что смирение переводится с латыни как земля то есть верующий человек он должен открыт для божественных воздействий как вот как земля открыта для для дождя то есть мы же на защищаемся от бога да вот к нам приходит встречный человек который нас призывает какому-то труду этого человека понять а возможно пройти с ним как сказано евангелие из тебя зовут пройти по силе поприще единой 10 2 но мы хотим защититься нет благословения ну конечно иногда нет благословения но у меня не в общем какими-то своему заключаю у меня другие планы в общем так или иначе но ты человек отойди от меня да или как сама антоний суши говорит что господи готов принимать 5 любого человека но не этого человека да и такой чек когда конечно бога в своей жизни когда не видит потому что бог иногда является нашу жизнь в том числе через менее наших планов он дает нам какую-то ситуацию которая начали нам непонятно но если мы в этой ситуации поступаем по заповеди эта ситуация разворачиваться таким образом что мы получаем ответ некоторые люди бывавшие в концлагерях как раз этим сталкивались то есть на твоем пути попадается человек ты с ним повелся по-человечески вдруг очек дает тебе какую-то информацию то слово которое помогало выжить то есть у тебя был запрос бог ответил на твой запрос да в ситуации но если ты не поступаешь по западе ты никогда не знаешь что там был ответ иными словами стивен хоккен был в таком положении где взять бога было крайне тяжело вот если читать например дневники федора конюхова почему он пускался в рассветное плавание почему он висел над пропастью несколько тысяч километров ой несколько тысяч метров до на тибете что почувствовать бога то есть когда твои человеческие силы до предела истощаются к ты просто нигде уже помощи обрести не можешь там ты вступаешь непосредственно с отношения с миром божественным как и сохранилась еще на предание рассказ про одного старца который заболел и он не имел помощи и действительно ему служили ангелы и когда отцы ласкеты которые жили видели что в брат не приходит на общее собрание до скетов но они причащались вместе решили проведать и они стучатся к нему дверь он кричит уходите потому что если они зайдут и начнут ухаживать за тобой необходимость в ангелесом служении она отпадет и как раз федор коник он говорит что потому я пускался в эти экстремальные путешествия чтобы почувствовать бога и кстати сейший патриарх кирилл во время посещения соловецкого монастыря он неоднократно эту мысль подчеркиваю почему люди вот а примусовать им уже очень преклон в возрасте они отправлялись на словки сейчас конечно соловки более-менее благоустроен есть котельная есть интернет завезены дрова значит современные там строительные материалы питание но люди которые пришли первые они должны были на голых камнях в суровую зиму срок морозах обустроиться будет до в жизни описание прямо за симы скану что пришли ангелы принесли еду на что это значит если перед глазами реальность жена щек умирала голода то есть никто и ничто ему уже не могли помочь он сам добровольно себя постав такие условия что приблизиться к этому божественному миру и соответственно патриарх он отмечал что отцы которые конечно нам уже до них далеко мы уже совсем другие но они ставили себе изначально в эти экстремальные условия чтобы почувствовать духовный мир и поэтому у меня нет вопросов к стену хоккенов исходя в том ключе что что он был сам уже поставлен начале в те условия где он бога увидеть не может потому что но это бессмысленно изучая материю пытаться увидеть бога один миссионер замечательно сказал что когда физики уходят в молекулярную решетку то есть расклад материю на там протоны позитроны кварки видят и бесконечно пытаются найти бога что происходит ведь библии сказано что проклята земля задернул как бы за задела рук твоих да то есть это земли на земле этот мир хоть был создан богом нес на себя печать его красоты искажен чешским грехом конечно бог присутствует и в материи потому что он не знаю да все содержит но все-таки бога мы чувствуем только нашим духовным органам до духом когда мы сильно в молитве соприкасаемся с ним через чувство там даже не через духовное переживание умиление если человек просто изучает материю то богом там найти не может да он ошибочно в или его нашибочный спрятания и бесконечно за бога но если человек изначально устремлен туда где бога нет то с кем он встречается николай сердце скажу что если люди своей гордыни стремятся больше узнать на чем ней больше на раз звучать так что чем больше они знают тем меньше они понимают скоро люди будут знать все но не будет не понимать ничего и завести если люди с гордостью пытаются познавать этот мир то ты господь устраняешь shells путь и носит из тренищих путей то то они встречаются с архиврагом, ловко занявшим тое место. Поэтому нас не должны смущать фразы типа той, которая была озвучена Стивена Хокина. Кстати, интересный факт, что он считал, что в мире есть только миллиарды молекул, которые взаимодействуют друг с другом. Но не хочу собирать смуты и скандалы, сплетни с уважением ко всем людям, но был все-таки скандал, вот этот развратный остров, где Стивен Хокинг тоже обнаружил свое присутствие. Какие такие молекулы Вселенной тащили его молекулы, составляющие мозг, на этот остров? И мы твердо все-таки должны стоять на тех позициях, что человек обладает свободной волей, и является тот, если он действительно движется с Богом, тот, кто определяет свою жизнь. Ну, отдельные моменты еще Стивена Хокинга, просто сейчас не буду разговаривать за нестатком времени, либо в своих научных выгодках он либо скрывает тот факт, либо не знает, что, например, Насим Тали в своей книге «Антикрупкость» упоминал, что многие, кстати, изобретения научно-технического прогресса были сделаны священниками. В Библии сказано, что Земля круглая, что она висит. И Стивен Хокинг иронизирует этот факт, что религия учила людей, что мир стоит на трех китах, там что-то, а не на черепахе. Ну, мне кажется, это очень вульгарно считать, что древние на самом деле считали. Хотя кто-то может сказать, что я не прав, но мне кажется, что в древних была идея, что есть некое знание, да, и они очень любили зашифровывать свои знания. Ну, говорим, что музыка стоит на трех китах. Никакому музыкану же не считают, что там, не знаю, в музыкальной комнате должны плавать киты. И известно даже вот это выражение «бритва кама». Оно и появилось тогда, когда были споры, какая модель гелиоцентрическая, да. То есть, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается вокруг Земли. Именно епископ сказал, давайте не будем множить сущности. Это в истории ушла к «бритва кама». И к тому же Стивен Хокинг пытается всю религию свести к каким-то суверенным представлению, что люди не знали, как объяснить атмосферное явление, потому придумали Бога. Ну, например, Сикорский, один из отцов-основателей авиастроения. Он был философский пароход, когда после революции 1917 года цвет нашей науки покинул нашу страну. Сикорский в России изобрел первые самолеты, и он строил вертолеты и самолеты в Соединенных Штатах Америки. Был верующим человеком. Он на заводе, который ему принадлежал, даже на территории завода была церковь. Уж, наверное, один из основателей авиастроения мог разобраться, что из себя представляет гром и молния. И понятно, что он пришел к вере не потому, что у него были какие-то суверенные представления за счет. Если подытожить, авторы типа Стивена Хокина, они даже не трудились разобраться, о чем все-таки говорит вера. Понятно, они даже и не знали, что такое православие. Но за религию они воспринимают некие вульгарные, суверенные представления на уровне какой-то магии. То есть он, конечно, громит, но не нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.